Продолжаем изучение Мишны, трактор Шкалим, 8 глава, 5 Мишна. В этой Мишне рассказывается о том, как изготавливали храмовые занавесы. Говорит Святая Мишна. Рабан Шимон, сын Гамлеля, говорит от имени Раби Шимона, сына заместителя. Что за сын заместителя? Нет, это был, видимо, он был сыном Раби Ханания, заместитель первого священника. Был один из мудрецов Мишны, которого мы уже встречали ранее в этом открате, он неоднократно в Мишне упоминается. Он был большой мудрец и праведник, и он был коином. Но он всегда был только заместителем первого священника, а никогда сам первого священника не был. Почему? Потому что он жил в тот период, когда уже был распад, и когда римляне за деньги продавали должность первого священника. И всегда первое лицо было купленным, первое место. А кто-то должен был работать, так был заместитель, вечный заместитель. Так это такая доля заместителей. Так Раби Шимон, сын, у него был сын тоже, мудрец Мишны, сын заместителя. Но надо заметить, что на самом деле заместитель первого священника, он не может сделать службу первого священника. И даже если должность куплена, все равно на Ян-Кипур служили всегда первого священника. Другое дело, он пишет, что они очень часто умирали, потому что были недостаточно, очищали свои мысли, то, как заходить в святая святых. Так что он говорит. Порох, это занавес, толщина его была тефах, толщина его была кулак. То есть было в храме два занавеса, на самом деле три. То есть первый занавес был здание храма, был спереди, в начале, то есть если мы идем с востока на запад, при входе был зал, потом было внутреннее помещение, и за внутренним помещением было святая святых. То есть здание храма делится фактически на три части. Был занавес между внешним залом и внутренним помещением, между улам и эхаль, и был еще занавес перед святая святых, но который состоял из двух занавесов, один из которых шел справа налево, другой слева направо, и перед святой, когда заходил, он проходил между ними, они висели на небольшом расстоянии. Так вот занавес этот, значит, его толщина была, это был такой, как ковер тканый, его толщина была кулак, то есть он был такой толщиной, очень толстый. И на 72 кольцах его ткали, то есть есть ткацкий станок, и делают продольные нити, их продевают в такие кольца, которые идут через один, то есть первое кольцо опускают вниз, второе поднимают вверх, третье вниз, четвертое вверх и так далее, и между ними продевают поперечную нить. Так было 72 кольца, это очень много, это гигантская ткацкая машина, обычный ткацкий станок, он намного меньше, чем 72 кольца. И в каждое вот такое кольцо продевали 24 нити, то есть его ткали из нитей, которые были сами сделаны, каждая из них из 24 других нитей, потому что вообще из каких нитей делали храмовый занавес, это написано в Торе. Это тхелет, это голубая нить, которая есть в соците должна быть, аргаман, это пурпур, тулат, шани, это тоже какая-то драгоценная краска. Тогда краски для тканей стоили колоссальных денег, они стоили на вес золота, потому что не было таких технологий, как сегодня, что можно любую ткань легко покрасить, и поэтому дешевая ткань была белой, а дорогая ткань была цветной. И, например, невеста в наше время, она идет под хупу в белом платье, потому что считается самая красивая, что не запачканная, никакого пятна нет. А тогда, наоборот, считалось, что невеста, чем более цветастое платье, тем оно красивее, и тем человек богаче. Так она шла под хупу в как можно более цветном платье. И последнее, из чего делалось, это шеш, это лен, то есть интересно, что порох, он был шатнес, у нас есть запрет носить одежду, в которой есть смесь шерсти и льна, но там Тора пишет, что в занавесе, в храмовом, да, делали смесь, и там была и шерсть, и была шерсть, и был лен. Так вот эти нити, их прилили вместе, и каждая из них делала 24 нити, и из 24 нити сплетены вместе одна, и потом уже только ткали. И длина этого пороха, длина этого занавеса 40 локтей, а ширина 20 локтей, то есть это примерно 20 на 10 метров. То есть высота, она соответствовала размерам входа в храм, имеется в виду внешний порох, это колоссальный гигантский ковер, 20 на 10 метров, толщиной в кулак, сколько он может весить, это очень много. Значит, и делали в общей сложности, говорит Мишна, из 820 тысяч нитей делали порохот. И делали два порохота, два новых порохота каждый год. В храме каждый год изготовляли два новых занавеса. Дело в том, что внутри, в помещении храма приносят воскурение, от которых идет дым, и, соответственно, порохот коптится. Так хотят, чтобы он всегда выглядел как новый, и поэтому каждый год его меняли на новый. И это было, видимо, один из главных статей расходов в храме, чтобы каждый год делать новый порохот. Потому что человек, у которого была одежда, тоже, например, из тхелета, из вот этой голубой шерсти, это считалось богаче. Пурпур, пурпурная мантия, это признак римского императора. Почему? Потому что только он может себе позволить такую мантию. А здесь делали гигантский ковер 20 на 10 метров из этих драгоценных тканей. Понимаете, насколько храм был местом, которому давали почтение и уважение. И 300 коинов окунали в микву. То есть есть такой закон, постановили наши мудрецы, касательно храмовых сосудов, даже если они были сделаны в состоянии ритуальной чистоты, все равно перед тем, как их использовать, их окунали в микву. И этот порохот был такой большой и тяжелый, что 300 коинов, конечно, не буквально. Потому что если посчитать, сколько площадь, 300 коинов, не смогут его технически окунуть, нужно меньше коинов. Это гипербола. То есть это преувеличение. Видите, что очень много коинов нужно было, чтобы окунуть такой порохот в микву, тем более, когда он пропитывается водой, он становится еще тяжелее. Была и огромная микву, значит, там была в храме. Да, конечно. Или где-то рядом с храмом. Но надо, будут делать раскопки, наверное, найдут. Гигантский такой бассейн, в который окунали два раза в год новый храм в Вайзану. Спасибо большое. Хорошего всем дня. Спасибо.